Ассаляму алейкум, друзья. Тем, кто сомневается в правильности и силе нашей позиции, мы предлагаем ясную деоккупацию Кавказа и предлагаем систему, которая разделяет большинство в Дагестане. Четко ясно. Теперь, есть ли альтернатива в самом Дагестане? Есть. И дядь Рамазан ее хорошо озвучил, то есть утро два, посмотрите ответ Гасану Дюбриловичу. Он говорит, что Дагестану нужно с Россией и перечисляет то, что я бы подумал, что предлагает какой-нибудь общественный политический деятель от Южной Осетии, то есть это та территория, которую Россия оторвала от Грузии, признала ее независимой, или той же Абхазии, вступить в состав России и пошаговать стратегию того, что им в ближайшие годы сделать. Всем тем, кто это предлагает, я хочу сказать, мы 33 года в составе современной России. 33 года. И вот этот весь хаос и ужас, который происходит, чем все недовольны, это и есть совместное то, что вы предлагаете быть с Россией. Вот вы говорите, с Россией нужно, мы 33 года в ней. Вот это реально слабая позиция. Вот это реально неаргументированная позиция. Вот это реально мечты. Вот это реально просто фантастика. 33 года страна в составе, в этой стране находится Дагестан и деградирует. В культурном плане, идеологическом плане, в плане безопасности, экономическом плане, во всем. То есть инфраструктуру во всем просто деградирует. А нам нужно развитие. Мы альтернативу предлагаем. Уйти и жить самостоятельно. Потому что они не дадут. Вот вы видели прямой эфир Сергея Мерикова сегодня? Вот. Вот кто у нас. Ставленники, все. Чиновники у нас это воровайки продажные, которые купили свои места. То есть в России ясно уже, что ничего меняться не будет. И вот это предложить альтернативные взаимоотношения России и Москвы. Ну, если я еще раз говорю, Южная Осетия или Абхазия предложит вступить в состав России и выстроить такие отношения, это понятно. Но мы уже 33 года на личном опыте поняли, что это невозможно. Теперь хорошо. А может в России кто-то альтернативу предлагает? Да. Это называется либеральная оппозиция. Навальнист, Ходорковский и так далее. Очень коротко про них скажу. Через 4-5 месяцев выборы в России. Опять Путин будет побеждать. Что у них есть? Вот что у них есть? Поняли? Никто и звать их никак. Они даже в наших отношениях в составе России остаться или дооккупаться не участвуют, потому что они ноль. Не потому что они не считают серьезными или несерьезными. Им даже сказать нечего. В отношении Кавказа они вообще никто. И даже в отношении Москвы. У них будет такое предложение. Надо всем идти на выборы и голосовать против Путина. Нашего кандидата нет, поэтому за Марину. Ну, лишь бы против Путина. И вся политика, все предложение это против Путина. Россия это не Путин. Идеологический вакуум заполнен выражением Россия это Путин. Но это вся вот эта военная структура, полицейское государство. Которое не вне разницы. Ходорковский ее возглавит. Путин, Меликов или Ельцин вернется на место. Никакое значение здесь никакое не имеет. Та же Россия продолжит существовать. Мы предлагаем реальную альтернативу, реальный проект, реальное будущее. Те, кто предлагают остаться с Россией, вы 33 года с ней. Все становится хуже с каждым днем. Те, кто рассчитывает на новую власть. Ходорковский вам в помощь. Поэтому, друзья мои, не сомневайтесь. У нас сильный проект и сильное предложение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова